Признаюсь честно, автомобиль был моей не первой, не второй, а третьей страстью. Второй страстью моей были самолеты. Первые, конечно же, корабли. Я с детства мечтал плавать и покорять моря, как Христохор Колумб. Но не суждено было. А суждено было просто ездить и рыбачить. Мои детские впечатления улучшились еще и от того, что я поехал к отцу, на север, на промысел. И там, на моторной лодке, я катался, ловил стерлядь, щук, ну и многих других вкусных рыбочек. Сейчас время прошло, минуло практически 20 лет, но хочется. Хочется покататься, выбраться на природу, сесть не на берегу речки, потому что удочки у меня маленькие, а сесть в лодочку, выехать на Урал или на Волошку. Закинуть сетежку и ждать. Одновременно что-то ловить на мормышку. Сделать сейчас в Магнитогорске это вполне возможно. Приезжаем в Урал Авто, выбираем все по своему желанию. Хотим двигатель 4 лошадиных сил, хотим 10, хотим 5. Можно кое-что и для меньших амбиций. Но вот внизу, а мы его позже покажем, есть вещи гораздо более интересные, с которыми можно и на водных лыжах погонять, и на парашюте полетать. Классическая тема ужаса. За мной бежит акула, крадется аллигатор, быстро нагоняет злобный черепундер. И мотор-то не заводится, помните, не получается, а потому что плохой мотор. А 4-тактные моторы от Меркури заводятся всегда. Если не заведутся, здесь есть большое количество запасных частей. Так что ваша безопасность гарантирована. Черепундеры, бойтесь. Время бедных романтиков, которые уединялись от городского шума с помощью удочки и сапог резиновых по сию пору, безвозвратно прошло. К счастью или к сожалению, настало время настоящих технократов, которые, если на рыбалку едут, то вот с таким или вот таким двигателем, вот такой вот современной резиновой лодочкой, ну а чтобы не выглядеть отставшим совсем уж от жизни, берут с собой GPS-навигатор, чтобы на речке не заблудиться, и холод, чтобы рыбку быстрее находить и кинуть туда вниз. Вот этого не надо, это браконьерство. Гранату мы кидать не советуем, а вот мне, допустим, черепундеры или крокодилы не страшны. Посмотрите на Алексея с его голым черепундером и все поймете. Возвращаясь в Средиземное море, в нашу небольшую речку, я увидел очередных автомобильных рыбок. Очень им порадовался. Вообще, в Магнитогорск иногда заходили довольно серьезные рыбки. Тогда, правда, в Магнитогорск не было. Тут были и стерви, и лосось. А сейчас только мальки развелись. И плавают здесь только два сама, которых вытащить тяжело. Но всегда вы их можете найти на телеканале СТС в 19.30. Два сама эти чисто американского происхождения и любят чисто американскую технику. Эта чисто американская техника нам говорит. Воливар, а точнее автостоп, не выдержит двоих. Это сказал человек, сидя на четырехместной надувной лодке. Ну, так на ней сидеть или так на нее стоять не надо. На ней надо плавать, а точнее ходить по Магнитогорским морям и озерам. Всю жизнь мечтал посмотреть, что же это под кожухом лодочного мотора. Вот сейчас увидел. Достаточно интересный, необычный агрегат. Ну, к людям неудобно подходить и спрашивать на озере, допустим. Открой кожух, дай посмотреть. А здесь все видно. И, между прочим, перед передачей клиенту этот мотор проходит предпродажную подготовку и даже обкатку. На фоне этих серьезных моторов по 50 и по 125 лошадиных сил разговор-то у нас будет серьезный. Кто-то упрекает автостоп в одинаковости, повторяемости сюжетов, а также в слащавости и отсутствии критики. Мы вам возразим. А вы попробуйте купить эти моторы. Если у вас дружилка отросла, вы их сможете себе купить. Но если вы уж настолько серьезный молодой человек, попробуйте приобрести свой личный телевизионный проект. Этого не смог сделать ни один человек в городе. А два смогли. Гордость нас не переполняет. Если бы штаны переполняли деньги, тогда бы мы говорили о гордости. Тогда-то в Германской Демократической Республике существовала телевизионная передача, которую смотрели и СССР. Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. Ну, ГДР, как и СССР, уже не существует. А вот привычка давать советы у наших граждан до сих пор осталась. Ну, от этих советов мы избавляемся так же быстро, как этот винт толкает воду от себя. Но тех, у кого в гаражах или в эллингах стоят моторы вот такие, с прикрученными к ним лодками, мы просто уважаем. А вот у тех, у кого ничего не получилось, ни лодки в гараже, ни телевизионной передачи, милости просим в критике автостопа. Рязвая машинка. Вы знаете, мне очень понравилось. Не знаю, как Максиму. От себя добавлю. Недавно приехал в город Магнитогорск. Увидел новую автомобильную передачу. Искренне рад. За тех, кто идет по нашим стопам. Только вот, ребята, мой совет. Прежде чем научиться ездить, сядьте вот за руль вот таких китайских тырчиков. А иначе Даймлер Крайслер, а также Кадиллак Дэвиль Брохом вам не добавят. Но от себя хочется сказать, что китайцы-то на вот этих маленьких мотороллерах ездят и в магазины, и на работу, и на дачу, везде. Основное средство передвижения в Китае. Поэтому делают его очень качественно. Ну и плюс, здесь, в Магнитогорске, авторизованный сервис и полный комплект запчастей. Так что катайтесь на здоровье. Мечта, ребята. Я его уже буквально практически купил.